Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. В прошлом видео я рассказывал о том, как я выбирал брокера для себя с самого начала. И я показал, что я смотрел брокеров по списку Московской биржи, в списке брокеров. И я искал брокеров, которые самые популярные, скажем так, которые пользуются популярностью. И по каким критериям я определял брокера. И в свое время я определил для себя брокера открытия. Поэтому я все время, когда рассказываю про акции, я рассказывал про открытия. Но мне говорят, слушай, что это открытие? Открытие. Ну, во-первых, далеко не всем нравится открытие, скажем так. Во-вторых, меня уже упрекают в том, что я купленный казачок открытием. Да и вообще, есть же другие брокеры. И типа, давай, расскажи мне о других брокерах. Вот я в прошлом видео рассказал. И смотрите, вот у меня посыпались запросы. О брокере ВТБ хотелось бы услышать. Если Юрий, конечно, несложно. Вот, сейчас я отвечу. Альфа тоже очень древний брокер. Так, как-то вот так. Снова ПСБ задвинул. Зато разрекламировал финам для новичков. У Тинькова очень хороший рост. Да, у Тинькова очень хороший рост. Ребята, но про Тинькова... У Тинькова очень хороший рост. А у меня АЛОР брокер с 2007 года. Никаких претензий к работе нет. Брокер с первой десятки. Согласен абсолютно. Комиссии 150 рублей. Депозитарий 250 рублей. Минимальная комиссия взимается только при наличии сделок в течение месяца. При условии, что на счете активов не менее, чем на 50 тысяч рублей. Ставка комиссии 0,045 плюс 0,01% биржевой сбор. Но это отдельная плата. Да, там есть отдельная плата. Значит, получается 0,055. Ну, скажем, у открытия 0,057 туда входит вот этот самый биржевой сбор. Что я хочу сказать? Да, и очень хороший комментарий дал Сибиряк. Он сказал, ребята, какая нахрен разница, какой брокер. Если вы получаете прибыль, то вы ее получаете. А если вы не получаете, то какая разница, у какого брокера вы зарегистрированы. И вот, вы знаете, я когда говорил, что, ребята, смотрите, выбирайте сами. Я рассказываю, по каким критериям выбирал брокера я. Во-первых. Во-вторых, есть масса деталей, которые, оказывается, есть и которых надо разбираться. Когда я выбирал брокера, я просто думал, я как начал копаться в этих комиссиях, думаю, а что мне надо вообще? А как в этих комиссиях разобраться? Да невозможно в них разобраться. Поэтому я просто взял и решил, что я выберу того брокера, которого выбирают большинство людей, примерно с такими деньгами, как я. Вот такое простое рассуждение были у меня, которое я пытался довести до вас. Но сейчас я уже давно зарегистрирован у брокера. У меня есть брокерский счет. И я советую всем, своим подписчикам, всем своим зрителям, не только и не столько открытия, а сколько начать инвестировать. Вот что главное. И начать инвестировать не для того, чтобы терять, а для того, чтобы деньги приносили доход. Вот в чем дело. Вот это главное. Деньги должны работать, они должны приносить доход. И именно на это направлена тема моего канала. И когда я начал, ну, во-первых, я рассказываю все время открытие, 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 мне говорят, что что это все про открытие, расскажи про других брокеров. Поэтому я решил проводить сравнительный анализ других брокеров. Тем более, что Тинькофф сейчас очень активно заманивает людей к себе. Сбербанк тоже активно. Ну, вы видели, что Сбербанк и Тинькофф по количеству вновь зарегистрированных клиентов там лидируют. Не по количеству активного, по количеству зарегистрированных клиентов лидирует Тинькофф и Сбербанк. Потому что, ну, у них огромная база, и они заманивают, и люди спрашивают, ну, а давай посмотрим, какие, ну, для сравнения, хороший брокер, плохой брокер. Главная мысль такая, что все брокеры, которые зарегистрированы на московской бирже, они все хорошие, все надежные, все имеют лицензию. Это главное. Вот это главное. Дальше детали. А вот детали я буду рассказывать. И я рассказываю детали только про тех, про которых я очень хорошо знаю. Очень хорошо со всеми деталями я знаком в открытии, потому что я зарегистрирован в открытии брокера. Вот. И сейчас я открываю брокерский счет в Финаме, поэтому я знакомлюсь со всеми деталями, друзья мои, в Финаме разобраться довольно тяжело. Люди из брокерской компании, они смотрят тоже мои видео, они анализируют, и они очень внимательно смотрят то, что я говорю. Они говорят, ну, вот из Финама мне позвонили, сказали, ну, в целом ты правильно сказал, ну, вот здесь, здесь, здесь есть неточности, я об этом скажу. Ну, вот, и я им сказал, что, говорю, ребята, вы что делаете-то? У вас на главной странице пополнить брокерский счет с банковской карты, и за это там написано 1%. Я говорю, я не верю, что нельзя без процентов пополнить. Они мне показали, да, можно без процентов пополнять, но там надо найти это дело. Вот об этом я рассказываю, такие мелкие детали, понимаете? Что такое мелкие детали? Вы пополняете брокерский счет на 100 тысяч, комиссия 1% это 1000 рублей. Надо вам платить это дело? Нет, не надо, я об этом буду рассказывать. Вот, теперь, что касается других брокеров. Я решил сделать следующее. Смотрите, разобраться в этом сложно. Я буду разбираться, вот, но вот сейчас я разбираюсь с финамом. Следующий будет БКС, судя по всему. Вот, и еще один момент есть такой интересный. Дело в том, что, ну, каждый брокер, конечно же, он, ну, они надежные компании, все, вот. Вот, но у каждого брокера есть свои какие-то особенности, которые кому-то очень хорошо, то есть кому-то вот это вот в кайф, и кому-то не хватает этих особенностей, те, которые есть у другого брокера. А кому-то, наоборот, вот нравится то, что есть. Ну, это нормально, это конкуренция, и я буду рассказывать вот именно об этих деталях. Ну, скажем, открытие брокер, что предлагает? Предлагает тем, кто не знает, куда вкладывать. Они говорят, вот вам модельный портфель, становитесь инвестором, вкладываете деньги, приходит смс-ка, крайне редко приходит смс-ка в последнее время, раз в три месяца. Но сумма, которую надо положить на модельный портфель, от 70 тысяч рублей. Вот, ну, всем это подходит. Ну, не всем, далеко не у всех есть, скажем, 70 тысяч рублей. И тогда там все в открытии, все в шоколаде, там сказать. Там есть другие всякие вещи, там ноты всякие и так далее. Ну, тоже по кайфу, тоже классные, но там ноты от 250 тысяч рублей, от 100 тысяч рублей, понимаете, вот от 10 тысяч долларов. Очень интересные инструменты для квалифицированных инвесторов. Я про них рассказываю. Но далеко не у всех есть такие деньги. Поэтому люди говорят, а вот у меня такие деньги. А вот если у вас меньше, чем 50 тысяч рублей, вам уже открытие уже не так интересно. У меня есть среди зрителей люди, которых, так сказать, ну, миллионы вкладывают. Я бы сказал, десятки миллионов вкладывают. Да, им открытие хорошо подходит. Вот, но есть люди, у которых только-только пытаются, они говорят, у меня 10 тысяч, я хочу откладывать по 2 тысячи. Ну, я вот ищу для таких людей, во-первых, как помочь им. А во-вторых, далеко не все брокеры, ну, скажем так, очень активно пытаются набрать клиентов. Я решил сделать так. Я сделаю табличку. И в этой табличке я сделаю ее максимально, как бы доступно, максимально понятно. Я объясню, в чем она заключается. Эта табличка будет в Excel. И мы с вами вместе будем заполнять эту табличку. Потому что, ну, и вы просто посмотрите, вот, вашей, какой брокер будет вам лучше всего подходить. Во-первых. Во-вторых, значит, смотрите. Ну, не все брокеры хотят, чтобы ИЗИС очень сильно рвутся, ну, получить новых клиентов. Вот. И есть брокеры, которые в этом очень сильно заинтересованы. Есть брокеры, ну, которые, так сказать, по другим каналам привлекают. Мой канал – это, ну, как бы канал рекламы, в том числе брокеров. И я не скрою, у меня, я просто пошел в открытие и сказал, ребята, если вы хотите, чтобы я, ну, как бы рассказывал про вас, давайте с вами заключать какой-то договор. Договор, вот, у меня есть агентский договор с открытием, у меня уже, вот, сейчас на стадии подписания договор с Финамом, потому что я, ну, просто я для себя выбрал Финам, как следующего брокера, и я буду рассказывать про Финам. Вот, но я буду, смотрите, соблюдать ваши интересы, о ваших интересах. Сейчас я делаю табличку, и если у вас в соседнем доме находится, скажем, офис Альфа-банка или, так сказать, Альфа-брокера, то вам все эти, понимаете, доводы, ну, как бы вот так, Альфа-лучший для вас будет. А у кого-то счет ВТБ, и ВТБ говорит, слушайте, ну, вот, мы вам предлагаем, вам не надо карточку оформлять, не надо это, не надо это, а вы все равно выходите в банк, и, значит, там, вот он рядом. Ну, наверное, вам выгоднее ВТБ, но для того, чтобы понять, какие, вот, у меня пишут в комментариях, там, какие-то комиссии, там, 250 рублей в месяц, если есть сделки, нет сделки и так далее. Кому-то это подходит, кому-то нет. Ну, вы видели, да, что, я уже не помню брокер, АЛОР, по-моему, вот, комиссия до 50 тысяч, нет минимальной суммы, там, 250 рублей, от 50 тысяч есть минимальная сумма в 250 рублей. А, вот, скажем, у открытия, наоборот, до 50 тысяч есть минимальная сумма, и у других некоторых брокеров, а выше бесплатно. Ну, понимаете, да? Вот, большинство брокеров берут минимальную комиссию, например, если только есть хотя бы одна сделка, а другие брокеры берут, безусловно, ну, как открытие и финам. Вот, и если у вас, например, ну, скажем, 10 или 20 тысяч рублей, вы купили, там, в открытии или финаме на эти деньги, скажем, облигации ОФЗ, то вот эта комиссия съест всю доходность от облигации, вам это не выгодно будет. Поэтому, смотрите, сами мы будем вместе составлять табличку, в этой табличке я хочу разместить, ну, значит, вот эти вот, ну, минимальные комиссии и так далее. Еще один момент. В прошлом видео я рассказывал вот про эти комиссии, значит, в открытии там 0,057, и там есть формула, там, в зависимости от объема операций, комиссия становится ниже. То есть мне говорят, там сложно разобраться, сложно разобраться, ребят, ничего сложного, для вас 0,057, если вы будете активно торговать, то она будет ниже, вот и все. Вот. У финама комиссия есть минимальная 41 копейка, 41 рубль 30 копеек, но мне позвонил менеджер из финама и говорит, ну, не забывайте, а, и 177 рублей минимальная сумма в месяц. Так вот, 177 рублей в месяц, что это такое? В эту сумму входят все комиссии, то есть если не было сделок, или было одна или две сделки, комиссии были меньше, чем 177, то комиссии не берутся, берется только 177. Если сумма комиссии превысила 177 рублей, то берутся только комиссии, 177 уже не берется. В открытии точно так же, 295 вот этих рублей. То есть для тех, кто активно торгует, кто занимается купил-продал, 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 вообще эти минимальные платежи не интересуют, потому что там комиссия берется за другое, и там комиссии могут быть очень-очень привлекательные. Вот, и все, что я говорил, касалось фондового рынка, опять же. А на бирже есть еще валютный рынок, многие интересуются валютой, хотя, ну, в общем, это только так. Так, новички только интересуются валютой, потому что, ну, есть намного более интересные инструменты. И срочным рынком. Так вот, если вы хотите купил-продал, 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 то вам надо идти на срочный рынок. А это уже отдельная песня. И на срочном рынке есть комиссии, например, сразу дает Финам 0,45 рубля за контракт. Это не 41 рубль, это 45 копеек за контракт. А вот у открытия, скажем, новичкам даются те же самые 45 рублей, но только на один месяц. А в следующем месте, если сделок мало, то 74 копейки за контракт. А если много сделок, то в зависимости от количества сделок. Если вы активный скальпер, вот такой вот, да, то, скажем, при суммах там, по-моему, от 30 миллионов рублей сделок, это очень немного, я вам честно скажу. Вот, там уже сделки очень-очень привлекательные. Смотрите сами, насколько вам это выгодно. И, кстати, Сбербанк, насколько я помню, на срочном рынке дает комиссию 0,5 рубля за сделку. То есть, вполне конкурентная комиссия и при этом очень даже божеские сборы в месяц. То есть, Сбербанк вполне себе как брокер идет. Какие комиссии в ВТБ, я не знаю. Напишите, пожалуйста, какие комиссии в ВТБ. ПСБ очень хороший, очень хороший брокер. Очень хороший. Но у ПСБ нет доступа. Поэтому доступ к иностранным активам. Но если вам не нужны иностранные активы, и если вы хотите просто положить деньги в ОФЗ и в акции российских компаний какие-нибудь, тем более у вас счет в ПСБ. Ребята, я вам точно могу сказать, ПСБ для вас лучший брокер. Поэтому, смотрите, поэтому я буду составлять табличку, а вы будете смотреть, там есть доступ на американский рынок или нет. Какие комиссии за покупки на международных, ну, так сказать, вот этих вот американских акций? Есть ли доступ на валютный рынок, скажем, Тиньков? Срочный рынок есть вообще или нет в природе? У Тинькова нет в природе срочного рынка. Пока нет. Вот, комиссии, которые вы заплатите. Если вы занимаетесь купил-продал, купил-продал, у вас комиссия скушает все, если она большая. А если маленькая комиссия, то, соответственно, вам выгоднее, ну, скажем, открытие или Финам, или тот же самый Сбербанк. Вот, но на срочный рынок, потому что многие люди, кто идут новички, они начинают покупать, продавать валюту, чисто валюту, доллары на валютном рынке. Ребята, вам удобно это делать на срочном рынке. Поэтому оставайтесь на моем канале, смотрите, и я вам буду рассказывать, что выгоднее конкретно для вас. А вы, пожалуйста, задавайте мне вопросы, что вас интересует. И еще, какую доходность вы хотите получать? Если вы хотите быть просто пассивным инвестором, то есть купил акции и забыл, то есть надолго, то это будет доходность, ну, скажем, от 10 до 50% годовых. И просто, ну, как помощь вам, вот, пожалуйста, модельный портфель, о котором я так много рассказывал. Вот, а если вы хотите заниматься активным трейдингом, то это уже совсем другое дело. И, опять же, если вы хотите заниматься, ну, скажем, вот этим трейдингом активным, и у вас только 10 тысяч рублей, ну, и если у вас там 500 тысяч рублей, скажем, вот, ну, опять же, разные брокеры и разные варианты. Поэтому задавайте вопросы, что вас интересует. Конечно, я буду пытаться ответить и по другим брокерам. Вот, и еще я, вот, если у вас уже открыт счет у какого-то брокера, я очень прошу поделиться, вот, ну, какими-то вот этими вещами, о которых я буду говорить, потому что, ну, мне это интересно самому, во-первых, во-вторых, ну, это может быть интересно многим. Вот, на сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Деменков Юрий. До встречи. Продолжение следует...